Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами хотелось бы вспомнить одного из толпов социалистического реализма в нашей литературе. Это Василий Иванович Адаманский. Родился он в 1911 году, 8 сентября, в Шмоленской губернии Российской империи, в городе Духовщина. Родился он в семье учителей. В детстве его пришлось на не самые стабильные и спокойные годы, на гражданскую войну. Семья его была на стороне красных. И сам Василий Иванович всю жизнь был убежден сторонником коммунистических идей. В молодости он попал в Чон, это часть особого назначения, он принимал участие в коллективизации на родной Смоленщине. В 1931-1932 году отслужил в рабочих сентября Красной армии. Вернувшись на родину после службы, он стал работать в местной радиогазете. Постепенно оказался уже чуть выше, в Смоленске. Всю свою жизнь он проработал журналистом и бывал и на радио. На самом деле, по его воспоминаниям, он не собирался становиться писателем. В общем-то, не редкость. Наверное, вы уже это заметили. В одном из своих дневников Артаманский вспомнил, что однажды он прочел книгу, посвященную разведке нашей советской. И ему показалось каким-то неправдоподобным, слащавым и вычурным, что там седовласные генералы принимают все время правильные решения, а противник показан дураком. И поскольку он считал, что такие книги предназначены в первую очередь для подростков, ну это же все-таки интересно, да, шпионы, какие-то там интриги, может даже какие-то сражения, он решил себя попробовать на этой книге и первые свои труды он отнес никуда-нибудь, а у дать детской литературы. Но об этом чуть позже. В войну он сразу оказался на фронте военным корреспондентом. Первая его военная статья была опубликована 25 июня 1941 года. Первую зиму войны 1941 на 1942 год он провел не где-нибудь, а в осажденном Ленинграде. Он своими глазами видел весь этот ужас страданий, героизм, жития Ленинграда. Но вообще война для него началась еще даже до 1941 года. В 40-х годах он оказался в будущей советской Латвии. по силу своей профессии, по своему призванию, он описал там постановку уже предвоенную и военную. Даже, скажем так, брал интервью у шпионов немецких диверсантов, которые там оказались еще до начала Великой Отечественной войны. То есть это человек, который практически до последнего своего дня посвятил себя журналистике и военной журналистике. Ну и, конечно, имел он свою гражданскую позицию. Если брать его литературные труды, здесь, конечно, в некотором роде прослеживается какая-то идеологизированность. Вот, понимаете, собрать роман «Последний год», он посвящен 1916 году окружению последнего российского императора, самому ему. Николай II, конечно, там изображен как личность, скажем, недалекая, но очень себелюбивая, властолюбивая в какой-то степени. Ну, это нормально для представителей социалистического реализма. Но, что следует отметить в других произведениях Радаматского, например, таки как «Возмездие», это о деле Бориса Савинкова мятеже в Ярославе в 1924 году. И здесь можно отметить, пускай это не очень эмоционально выглядит, не очень экспрессивно написано, но зато очень дотошно, въедливо и, да, проведено. То есть здесь, в его произведениях, посвященных тематике, работы в ЦУ, диверсантам, разведке, все очень кропотливо, дотошно. И, да, я думаю, что неспроста одна из его наград, это орден, который включается, выручал комитет госбезопасности СССР за достижения в искусстве. То есть профессионалы-разведки оценили его труды по достоинству, при этом очень хорошо показывают внутренние миры его героев, то есть какие-то внутренние переживания, не всегда люди идут по прямой, у них есть какие-то сомнения в том, что они делают, успеют они или нет, как будет жить их семьи, но даже несмотря на все эти внутренние переживания, человек отдает себе отчет в том, что главное это его дело, главное достижение результата, его личность подходит на второй план. Я думаю, все хорошо известны такой писатель, как Янф Племинг и его Джеймс Бонд. Вот если вы любите приключенческую литературу, если вас привлекают такие книги, то Ардамаски это то, что вам нужно прочесть. И не только тем, кто уже когда-то читал его в 70-е, 80-е, когда издавались его труды, но я думаю, что и новому поколению читателей будет действительно интересно. Для многих своих произведений, таких как Сатурн не уходит на связь, он сам писал киносценарий и вот относительно Сатурна это была целая киноэпопея, было три фильма. Книгу Возмездия экранизировали дважды, сначала в 60-е, потом уже в 1980-м году, в сценарии он написал сам, а вообще Ардамаски был из тех людей, которые в работе, труду отдавались до последнего, можно сказать, вздоха, последнего произведения, было издано в 1989-м году, в котором Василий Иванович и скончался. Что еще примечательного можно сказать относительно биографии этого писателя в 1953-м году, его обвинили за Филитон Пани и Жмеринки, героем этого Филитона был Евро, его обвинили в антисемитизме, что, конечно, сейчас выглядит забавным, когда убежденного интернационалиста, коммуниста, бывшего ученого, человека, которого отметило КГБ, обвинить в антисемитизме, конечно, странно, но это немножко отдалило его от коллег, его даже не избрали в президиум Совета писателей Москвы, по инициативе, кстати, Евгения Евтушенко, его кандидатура была снята еще до начала выборов. Свою гражданскую позицию он тоже всегда отстаивал очень жестко, так, в 60-е было известное дело летчика Мостовского, когда Ту-124 гражданский самолет, выполняя рейс Москва-Таллин, был вынужден из-за ошибки системы, которая показала, что подача топлива невозможна, и двигатели просто заглохли, в это время самолет пролетал не где-нибудь, а прямо над Санкт-Петербургом, и за 14 секунд, буквально за 15 летчик Мостовской командир экипажа принял решение посадить самолет на Неву, в результате чего ему это удалось, и экипаж, и все пассажиры были спустены, но так уж получилось, что самого Мостовского обвинили в непрофессионализме, и не то, что отстранили от полетов, его собирались судить, и Артаманский был одним из тех, кто борясь за правду, доказывал, что Мостовской вообще-то герой, и нет его вины в том, что двигатели, вообще система управления самолетом вдруг резко отказала, писал статьи, но все это находило прекрасное в том, что конструкторское бюро Туполева, это же самолету, они использовали все рычаги, чтобы поддело замять, Мостовского постудить, и на этом все и закончить. Но не Артаманский под личную ответственность редактор известий тогдашнего опубликовал статью, позже Мостовского был оправдан и даже приставлен к награде за действительно подвиг посадить в течение нескольких секунд в аварийной обстановке самолет в крупном городе на воду и при этом никто не пострадал это действительно героизм. Сам Артаманский вообще говорил, что литература для него даже важнее воздуха и его задача как писателя не просто рассказать о том, что пережил он и люди, которых он знал его задача оставить след в сердце в памяти читателя, чтобы люди не забывали о том, что какие были страшные годы, через что пришлось пройти разведчикам, подпольщикам, партизанам, потому что годы идут, а людей, которые могут рассказать все меньше, его задача как писателя звучала в том, чтобы помнить. С этой задачей конечно Василий Иванович справился, ничего не скажешь. и в заключении нашего обзора хотелось бы вам прочитать отрывок из пояса Гранд вызывает Москву. Не опоздать. Только бы не опоздать. Эта мысль гнала Игоря Шрагина на юг к Черному морю, в город, который на сегодня, завтра мог быть захвачен гипетерпцами. Ему нужно было оказаться там хотя бы на час раньше. О том, что он назначен руководителем разведывательной диверсионной группы Шрагину сказали только две недели назад. Неделя ушла на разработку легенды, по которой он должен был появиться и жить в том южном городе. Легенда получилась очень сложной. Для ее подтверждения нужно было изготовить более десятка документов. И кончилось с тем, что ему оставили его настоящую биографию, заменив только имя Юйборов из нее, что он коммунист и последние годы работал в органах государственной безопасности. Уже можно было выехать, но возникли осложнения. Люди его группы отправились на место прямо из Ленинграда, где все они учились в педшколе и целую неделю о них не было никаких сведений. В южном направлении транспорт работал с перебоями, станции часто подвергались бомбардировкам и можно было предполагать что угодно. Но выезжать без подтверждения, чтобы подобралась до места работы, было бессмысленно. В ожидании известий прошло еще четыре дня. Одно хорошо. Он получил возможность побыть с женой и с месячным сынишки и сам отправил их к родственникам на Урал. Только вчера Шрагин с ними расстался, а сегодня он тоже в пути. Старенькая дребезжащая М-ка показывала чудеса. Шофер говорил, машина-то нашинская, понимаешь, что к чему. Почти на самом Брянском чаре со скоростью ста километров в час. Когда до города было уже рукой подать, уставший шофер не заметил впереди развороченной бомбежкой шоссе и поздно затормозил. М-ка нырнула в яму, оттуда его вышвырнула через кювет кусты, и там она еще долго прыгала, пока не заводилась на бок. Удивительно, конечно, но ни Шрагин, ни шофер не пострадали, а М-ка окончательно вышла из строя. Пришлось воспользоваться Аказией. Это был небольшой санитарный автобус, в который набилось полным-полно народу. Сидели даже на полу. Все это были военные люди, им тоже срочно было попасть в Киев. На рассвете где-то за районным городком Красный Слобода шофер резко затормозил. Дремавшие люди попадались в скамеи. Шрагин больно ударился головой о чей-то чемодан. Солн светел мгновенно. Благодарю вас за внимание дорогие друзья и всего вам доброго.